В России, между тем, продолжают поджигать военкомат. И вот уже 12-й случай за, по-моему, за 48 часов. Ну да, за последние дни, да. За последние дни, то есть более активно, скажем так. Вот как раз прошлые сутки, вот эти минувшие. И что интересно, то есть люди, которых задерживают, говорят о том, что, значит, это дело рук мошенников. То есть там различные схемы существуют, когда им звонят, говорят, там, значит, ваши деньги вот здесь. И для того, а я могу порешать этот вопрос, я буду вот в такой терминологии просто об этом сообщать, потому что так и прочитал. Я могу порешать этот вопрос, звонит псевдо ФСБшник, но тебе нужно поджечь там военкомат, например. А кто-то пишет о том, что это в каком-то смысле некий протест после законодательных изменений, повышения призывного возраста, некоторых ограничений, усиления давления на призывников и так далее. Как нам это трактовать? Вот как вы это расцениваете? Пока что это трудно очень трактовать, потому что у нас мало информации. Потому что я не исключаю, кстати, и мошенническую схему. Но в каком смысле мошенническая схема? Даже если это специальная операция украинских спецслужб, которая там разводит каких-то пенсионеров российских. Пенсионеры российские – это та социологическая группа, которая больше всего поддерживает войну Путина в Украине. Это та социологическая группа, которая больше всего поддерживает Путина. Это известно. Хотя в России нет социологии, но эта социология известна. И, больше того, население этой страны, которое поддерживает войну, его развести со стороны страны, которая подвергается агрессии Российской Федерации, это милое дело, это, в общем, законная вещь. И что даже такие пенсионеры, если их разводят, реально украинские спецслужбы, поскольку объектом этих террористических актов являются военкоматы, то есть законная военная цель на территории Российской Федерации, тут никаких ни этических, ни моральных, ни военных проблем нету для Украины. И что, если это действительно вот такая разводка, почему бы нет? Я, кстати, это совершенно не исключаю, потому что я вот понимаю, как эти пенсионеры, как их легко развести. У меня вот личный мой папа вбухал 15 тысяч долларов моих денег в какие-то схемы, скрывая это от меня, скрывая это от моей мамы, вот, потому что по телефону ему звонили мошенники, и он, значит, прикрываясь, там, какие-то левые абсолютно вещи производил, и мы это узнали только после его смерти, когда нашли, значит, скрываемые, тщательно скрываемые документы всех этих мошеннических схем. То есть в этом смысле абсолютно никто не застрахован, и, как вы понимаете, ну, в моей семье, я своим-то родителям рассказывал, что вот, что нельзя делать абсолютно, и тем не менее, вот, значит, мой папа за моей спиной сумел все-таки попасть под влияние таких мошенников. То есть я это дело не исключаю. Кстати, то, что вот какие-то пожилые люди бросают коктейли Молотова в военкоматы, это говорит также, потому что, в общем, подтверждение, скорее всего, этой версии, потому что я не вижу их какую-то за, так сказать, активную позицию против войны, да, вот если бы молодежь это делала, да, как это было, кстати, есть там отдельные выступления, когда молодые люди или там женщины какие-то забрасывают военкоматы бутылками с огненной смертью, женщины, у которых, допустим, погибли сыновья, там какие-нибудь там, вот тогда понятно, почему они это делают. Молодежь, которая просто является антивоенной, которая не хочет идти на эту войну, понятно, да, а вот когда возникают какие-то пенсионеры, здесь мне не очень понятно, поэтому я не исключаю варианты, в том числе такой разводки, ну, это разводка законная, хитрость военная, это называется на войне военная хитрость, да, потому что главный результат, главное то, что горят военкоматы, и это цель для украинских спецслужб, для украинских вооруженных сил, то, чтобы все военкоматы российские горели. Чем больше, тем больше. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Также хотелось расспросить про российских олигархов. Дело в том, что сразу несколько изданий в последнее время пишут, проводят, вернее, свои расследования, и вот одно из них, например, важные истории, в частности, пишут о том, что российские миллиардеры Дерипаско, Михельсон, Гуцериев, если я правильно произношу, Тимченко и другие занялись набором добровольцев на войну в Украине. Теперь новобранцы могут попасть на фронт через Новотек, Русал, Пик и другие компании. Причем некоторые из них попали под санкции лишь частично и продолжают вести бизнес на мировых рынках. До этого другое издание, проект, сообщало о том, что 81 человек, 81 олигарх каким-то образом способствовал этой войне. Так или иначе, их предприятия помогали в том, чтобы украинцы погибали здесь, на этой войне, как раз производя необходимые вещи, алюминий и прочие, 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 компоненты какие-то и так далее. А как так может быть? То есть они продолжают работать, продолжают зарабатывать, продолжают подпитывать эту войну. И, как сообщают журналисты, кто-то частично подпал под эти санкции, кто-то вообще, кого-то это вообще не коснулось. Насколько мы знаем из расследований других журналистов, даже те, кто попал под санкции, их самолеты спокойно, беспроблемно летают по просторам Европы. То есть все окей, все нормально, их война не касается, они продолжают рубить бабки, извините, пожалуйста. Почему так? Да, увы, это не очень неприятная реальность, потому что Запада вот такого коллективного нет на самом деле. Потому что это просто такая форма обобщения, которая объединяет 55 стран, которые поддерживают Украину. У каждой из этих стран есть свои интересы, у каждой из этих стран разные правительства, кстати, разные политические оттенки находятся у руля. Где-то правые, где-то левые, где-то более настроенные против России, где-то менее настроенные против России. У них у каждой есть свои какие-то экономические интересы, кстати, с Россией. И поэтому выработать очень согласованную политику очень трудно. И это, кстати, вот я пытаюсь объяснить людям, потому что они говорят, вот как, почему так медленно идет помощь Украине. А я им говорю, вы не представляете себе, как быстро идет помощь в Украине. Если вы посмотрите, как Западная Европа сама себя организовывала 80 лет, то вы поймете, что это просто за секунды происходит для нашей бюрократии. Потому что Западная Европа – это худшая бюрократия, чем Советский Союз. Или мы говорим, что Западная Европа, Европейская комиссия – это такой же Советский Союз, только состоявшийся. Союз распался, а Европейская комиссия существует. И поэтому, конечно, просто потому что очень сложно скоординировать совместные усилия, уговорить все страны. Вот точно так же, как мы же видим, как Венгрия саботирует практически все решения, как в НАТО, так и в Европейском Союзе, которые санкционируют политику Путина. Саботирует, потому что в НАТО все решения должны приниматься абсолютно большинством, не большинством, а, как это называется, с консенсусом, да, когда все 30 стран, одно, теперь 32 страны должны принимать единогласно. И если есть хотя бы одна страна, которая воздерживается, то решение блокируется. По крайней мере, на некоторое время, пока там на нее не надавят и не заставят присоединиться ко всем остальным. То есть это просто проблема демократии. Это вот, увы, вот есть такое слово демократия, да, когда вот люди решают, там, страны решают, что им выгодно, что им не выгодно. И пытаются, конечно, они что-то, производить какие-то санкции. Но дальше это проблема, которая существует всегда, между полицейским и вором. Да, вор всегда имеет преимущество перед полицейским, потому что у него инициатива. И когда полицейский принимает какое-то решение, вор быстрее реагирует, он не подчиняется никаким законам и он не подчиняется никаким ограничениям демократическим. И таким образом он реагирует всегда быстрее. И Россия нашла возможность обойти санкции, обходы санкции быстрее, чем страны принимают согласованные пакеты. Потому что вот там сейчас в каком-то 12 пакете идет речь, да. Причем 11 пакет, это, кстати, пакет даже не новые санкции, а как раз санкции, которые закрывают дыры в старых санкциях больше всего. Вот это занимает время, это у выбора кратической работы с этим. Это просто очень сложно делать. А что вы думаете по поводу предстоящих так называемых выборов в России? Раз уж мы про Ольгахов заговорили, как они себя будут вести, будут ли они поддерживать, с чем выйдет Путин, что он скажет, поддерживает ли его? Понятное дело, что во многом это все нарисует, и многие оппозиционные издания уже пишут, что из администрации президента нам дают понять, что 80-85% проголосовавших в пользу Путина как раз вот примерно такую цифру и будут рисовать на этих так называемых выборах. Так вот, может ли быть какой-то черный лебедь, как вы думаете? Я думаю, что потихонечку мы идем к черному лебедю. Возможно, это не будет вот так вот резко, да. Не надо ждать, что там все обрушится, хотя на самом деле, когда обрушается, обрушается резко. И причем это абсолютно непредсказуемо. Вот бывает, вот вспомните Казахстан, да, январь 22-го года, повысились совсем немножко цены на газ 1-го января. То есть вот народ сидит, значит, за шампанским и за салатом оливье, ну, у них там еще какие-то есть свои казахские еда, и вдруг они узнают 1-го января, в праздничный день, в Новый год, что цены на газ повышаются. А у них все ездят на газе в автомашины, и все отапливаются газом в своих жилищах. И есть какая-то критическая масса, когда вот эта капля переполнила чашку терпения. И начинаются какие-то масштабные выступления, и дальше начинаются там войско ДКБ и так далее. Вот так иногда ни из-за чего, неизвестно почему, возникают какие-то революции, какое-то недовольство. Здесь, ну, в Российской Федерации пока что такого прямого недовольства вроде нет. Потому что война далеко от людей была. Но потихонечку эта война приходит, потому что когда 243 тысячи людей убито, значит, эти гробы куда-то вернулись, они незаметны в Москве. Но они начинают заметно быть в каких-то сельских областях, вот в Дагестане, откуда больше потенциально брали, пропорционально брали людей, чем, допустим, в каком-то там районе Московском. Откуда почти вообще никого не брали. И в Москве на кладбище надо идти далеко, там можно, не каждый увидит, что как растет это кладбище. А в маленькой деревне, если у вас забрали 10 человек и вернули вам 9 гробов, то это знает вся деревня, это видит вся деревня. И вот потихонечку это зреет. И плюс, вы знаете, самая большая и самая великая социология за 23 года правления Путина состоялась 23-24 июля, когда Пригожин пошел маршем на Москву. И вот эти 82% поддержки Путина, никто из них спонтанно не вышел никуда никого защищать. А те, кому положено было защищать, пропустили Пригожина, его пропустили гаишники, его пропустили ФСБшники, его пропустила армия. Там, ну, 7 вертолетов послали, причем они, кстати, шли не бомбить, они шли посмотреть просто, да, но Пригожинцы, поскольку люди ушлые, люди военные, они их почти просто сбить. Вот, и все, и желание посмотреть не возникло у следующих. А некоторые даже еще до того отказывались там идти и бомбить эти колонны Пригожинцы. Но самое главное другое. У Медведева, который я вам напомню, что это алкаш и клоун, он является председателем Совета партии «Единая Россия». Он вообще является, бойтесь смеяться, генеральным секретарем, значит, правящей партии Путина, которая говорит, что у них миллион членов. Ну и где этот миллион был на площадях? Хороший вопрос. Да, вот они говорят, что вот наша партия там выигрывает все выборы, да, потому что вот мы правящая партия, значит. И где был этот миллион членов активных, да, вот я уж не говорю там про остальных, но никто не вышел за Путина. И вот вся социология путинская развалилась 23-24 века. Вот теперь мы все понимаем, что никаких выборов, вообще никаких выборов в России никогда не было. Потому что если бы были выборы, то вот те, кто не вышел бы защищать Путина, на него, за него бы не проголосовали. Да, потому что они просто не связывают никаких, у них нет никаких моральных и партийных обязательств с этим человеком, с этим индивидом. Вот. И поэтому, конечно, все это будет подделываться. Дальше появилась очень интересная информация у Аббаса Галямова. Он, кстати, сделал уже несколько передач на разных каналах и, по-моему, даже на своем канале. Он рассказал о фокус-группах, которые были проведены какими-то левыми, я не знаю, как они возникли, как им позволили, как они очутились, потому что сейчас все засекречено, что сейчас нет никакой социологии. Ну вот были проведены какие-то фокус-группы, в преддвериях, возможно, вот этого единого дня голосования 10 сентября и потенциально каких-то там выборов следующего года. И там, в общем, очень интересная вещь. Вот прогуглите, это легко найти. У него уже было несколько интервью. Интервью было с Юлией Латыниной на его канале. У вас, по-моему, на канале с кем-то он говорил. И он рассказывал, что, в общем, у Путина даже в сельской местности, вот, допустим, у пенсионеров, у него нет поддержки, потому что эти пенсионеры, вот будете смеяться, они ему запомнили пенсионную реформу 16-18-го годов и последующую реформу, когда он говорил в начале своего срока, что пока я буду президентом, не будет никогда меняться пенсионный срок. А потом уже на своем третьем сроке изменил этот срок. И, кстати, у него были проблемы уже перевыбора в 18-м году. И тогда ему пришлось, кстати, убивать, пытаться убивать Скрипаля, чтобы повысить свой рейтинг, вот, в том числе, который обрушился из-за пенсионной реформы. То есть, на самом деле, проблемы зреют. Проблемы зреют еще по очень простой причине. Путин 24 года у власти, 23 года у власти. И от него просто все устали. Да, вот, потому что, когда один и тот же человек, вот есть такая тоже картинка, гуляет по интернету, где демократия показана, значит, в Украине пять президентов, все разные пять президентов, начиная там с развала Советского Союза по настоящий момент. В Российской Федерации один и тот же президент, четыре срока, плюс Медведевский, это, в общем, понятно, что Путин тоже, там, значит, такой Медведев, а у него из-за плеча стоит Путин тот же самый, да, потому что всем понятно, что тогда правил Путин, а Медведев был просто клоуном, который грел, и который грел ему трон в Кремле. И в Беларуси пять, значит, пять выборов, только один Лукашенко. Вот, и этим все сказано. Народ на самом деле устал от Путина. Устал от Путина чисто физически, от людей устают, от одного и того же человека. Даже вот от нас, когда мы с вами рассказываем какие-то интересные вещи, если бы мы с вами делали по три передачи в день, от нас бы устали, стали бы нас смотреть меньше. Вот, и поэтому мы с вами делаем там раз в неделю, раз в две недели, чтобы просто не надоесть людям повторять одно и то. От Путина устали, раз, и Путин затеял никому не нужную войну, я уж не говорю о том, что она преступная, само собой, но просто она никому не нужная, глупая, идиотская война, которую он к тому же проигрывает. И когда старый пердун, извините за выражение, который всем надоел, еще к тому же проигрывает войну, на которую никто не хочет идти, и за которую голосуют только такие же старые пердуны, но которые знают, что их-то на эту войну не пошлют, и поэтому они готовы за нее голосовать, потому что они ненавидят просто молодежь, потому что они вспоминают свою молодость, говорят, а вот мы теперь, у нас уже ничего не работает, мы все калеки, жрем, значит, какую-то там гречку на наши нищенские пенсии, вот поэтому мы голосуем еще за то, чтобы эта молодежь вместо того, чтобы она ходила на дискотеке, вот пусть она едет в Украину погибать, вот, а все остальные, в общем, понимают, что эта война никому не нужна, и поэтому, конечно, для Путина эти выборы, любые выборы, чем дальше, чем больше, будут представлять проблему, потому что реально у него, допустим, в 2004 году поддержка была там, ну, процентов 60, если вот ее не рисовать, то есть если бы он просто вот вышел на выборы, то он свои 60 процентов совершенно спокойно набрал бы, ему нарисовали там 80, но вот 60 у него было, потом у него там был, допустим, там 55, если взять в среднем, его там, допустим, ненавидит Ленинград, вот Питер, Санкт-Петербург голосуют за Путина меньше всего в стране, потому что они, ужасно им неприятно, что вот этот козел ассоциируется с их прекрасным городом, Интересно, я, кстати, об этом не знал, это очень интересное наблюдение. Вот, это реальность такая, электоральная, то есть у Путина там меньше всего, там вот даже еще лет 10 назад у него там было максимум 15% поддержки, и Москва голосовала за него процентов на 20-25, потому что тоже там деньги, люди с образованием, люди в бизнесе, люди понимающие, люди там критически настроенные и так далее. За него голосует на 120% глубинка, ну какая вот национальная глубинка, Тувак, Татарстан, Ингушетия, Чечня, вот все они там 160% к нему рисуют. Вот, и такая российская глубинка, вот пенсионеры за него голосовали там процентов, ну тоже там у него был процентов 60. Вот, и все. А молодежь, чем дальше, тем меньше за него голосовала. И даже средний класс такой вот продвинутый, чем дальше, тем меньше за него голосуют. Вот даже Галямов говорит, что вот эти цифры из этих групп показали, что, например, в средних российских городах реальные люди, вот такой средний класс, говорят о демократии, хотят демократии, хотят капитализма, такого нормального капитализма, вот без олигархов. И, кстати, олигархов-то, строго говоря, в России уже не осталось почти что, потому что кроме Тимченко, кроме братьев Ковальчуков, которые ходят просто в Путину, все остальные никакие не олигархи. Вот те, кого вы перечислили, это же просто богатые люди. Но богатые почему? Потому что режим путинский позволяет им быть богатыми. Потому что если они скажут что-то, хоть какое-то слово, то они очутятся там же, где Ходорковский, где Березовский, где Сергей Пугачев. То есть у них отнимут тут немедленный бизнес, и они останутся без этого бизнеса. Поэтому, кстати, они выполняют эти приказания из администрации президента. Вот сейчас им дали приказание финансировать эти самые какие-то там частные армии, набирать добровольцев, потому что у бюджета просто денег нет. Очень интересная беседа. Спасибо вам большое. Спасибо, что нашли для нас время, Сергей. Спасибо. Всего самого хорошего. Друзья, иногда им еще панцирий Жирнов узнал и на звездку. Подякуем им еще раз. Субтитры сделал DimaTorzok